МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, телерадио компании Гомель. У студии працует Светлана Князева. Глядите у этого выпуска. Эпоха, которая стала подмурком для сучасной белорусской державности, сегодня у Гомеля отзначили 100 годов БССР. Пытание скарги про пановы. У минулого года у Гомельске Аблваканкам поступило 3900 зворотов, адже хороу регионам. Ризиковать собой и заховывать житти инших завтра в Украине в 20-й раз отзначать День воротовальника. Допоможем рыбе дыхать. Сегодня у регионе стартовала областная природоховная акция. А зараз об этом и иншим больше подрабязно. Беларусь протягнет мыть на кирована и спокойно оборонять свой суверенитет и не дозволить сутыкнуть россиян и белорусов, как догадить чужим интересам. Сегодня об этом заявил президент подчас открытого и живого диалогу с дипломатами, которые означали Министерство замежных справ в разные годы незалежности. Мне не совсем понятно, я думаю, мне придется задать вопрос руководству России. Несколько такая атака на Беларусь в средствах массовой информации, пусть так на ощупь пока, настораживает то, что они пытаются нас уже столкнуть с русским. Иногда задаю этот вопрос сам себе. Сегодня я скажу публично. Неужели кое-кому в России Украины не хватает? Неужели надо обязательно создать проблему на ровном месте? Я это говорю к тому, чтобы вы понимали мою позицию. Нас не удастся столкнуть белорусов с россиянами. Не только с русскими, но вообще с россиянами. Это не тот путь, чтобы как-то получить в России кому-то дивиденды от этого. Вы знаете, какие там нужны кому дивиденды. Не получится. Как мы должны на это реагировать? Спокойно и теленаправленно. Мы должны защитить свой суверенитет и независимость. Сустреча пройшла напереды дни 100 годзе айчинной дипслужбы, алия стане новой доброй традицией. Причим, выкористовывать таким чином веды, вопыт и аутаритет будут не только у дипломаты, алия и по инших на керунках держслужбы. Такое доручение подчас дискуссии было дадено керавнику администрации президента Натальи Качановой. Як означал дейвший керавник Знешнеполитичного ведомства на сустрече, президент и ранее регулярно запытывал позицию и анализ вопытных дипломатов. А у самих Министерствий замежных справ робит ставку на переемность и последовательное развитие внешнеполитичных инициатив. Сегодняшняя встреча – это очень важное событие в контексте преемственности внешней политики. Президент регулярно интересуется мнением моих коллег относительно тех или иных шагов, которые мы предпринимаем на международной арене. Мы имеем постоянный контакт. У нас, кстати, создана ассоциация ветеранов МИД. И мы регулярно встречаемся и обмениваемся мнениями по тем или иным вопросам. Сегодняшний диалог президента с дипломатами вышел далеко за рамки протокольных веншований с вековым юбилеем дипслужбы. У приватности подробязно обмерковывались принципы интеграции в союзной державе. Глобальная инициатива «Хельсинки-2» и перешкоды на шляху ее реализации. Так само объемно прогучали позиции Беларуси по украинским конфликте и наши оценки относин с заходними соседями и партнерами. Президент отзначил высокую каштовность Министерства замежных справ для державы, а для повышения престижа дипслужбы заявил об засновании нового профессийного свята, Дня дипломатичного працавника и особливых геральдичных символов. Вопросов хватает. МИД мы авторитет и роль постоянно поддерживаем и поднимаем. Вы знаете, что мы установили и день дипломатического работника, и геральдические символы утвердили Министерство иностранных дел. И я уже вижу желание встретиться с руководством МИД и пригласить на все эти важные конференции, переговоры и прочие уже дружественные отношения, выстроенные нынешним министром. Это говорит о том, что Беларусь начинает играть все большую роль на международной арене. Поэтому в этой ситуации менять как-то внешнеполитический курс я оснований не вижу. Ну, может быть, вы видите какие-то нюансы, которых я не вижу. Может, причины какие-то есть для того, чтобы где-то что-то корректировать. Я жду от вас, чтобы вы это сегодня высказали. Александр Лукашенко доручил бачить и чуть ауторитетных дипломатов. Тем более, что не глядячи на розницу поглядов и позиций, усеяны патриоты Беларуси и одзины у относинах до каштонности суверенитету. На приконце встречи президенты урошили памятную медаль для стагодзи дипслужбы и сделали огольное фото. Сегодня в Гомеле узгадывали историю Украины. Тут пройшли урочистый сход и святочный концерт, присвеченный стагодзю БССР. Мероприемство наведали наши корреспонденты. 30-го снежня 1918 года в Смоленску пошла работу 6-я конференция организаций Российской социал-демократичной рабочей партии Пауношно-Заходней в области. 1 вересня 1919 года обвешана Советская социалистичная республика Беларуси. Это был не простый час. С Гомеля только что сошли немецкая казеровская армия и войске Пятлюры. Советская Россия чекает на доходу войсковых частей президента Польши Пилсудского. И на фоне усягу этого мары обсусветной революции. Создание Беларуси на советской основе – это идея лидера Белнацкома, который ходил Червяков и другие наши лидеры Беларусской уже Советской Республики. Это коммунистические секции, которые существовали в Питере, Петрограде, Москве и других городах России, куда входил в это образование, ходил и Желунович. И это было принято решение формировать из лидеров, можно сказать, белорусских, коммунистов белорусских, национал-коммунистов, как это принято считать, да, правительство, в том числе, белорусское. А ведь проблемы были и такого порядка. Значит, Мяснюков, Кнорин ставили вопрос о том, что вообще существует ли вообще белорусская нация. То есть те, которые находились у руководства противносоветской здесь, на территории, когда эта Советская Лазь устанавливалась, они несколько иное мнение имели, потому что идея была мировой революцией. И они считали, что эти национальные рогатки, перегородки, они мешают мировой революции. Меж тем, Миновита Тая, первая Советская Социалистичная Республика Беларуси, стала подмурком на Акимпра с некольки десяти годов была створена Сучастная Республика Беларусь. Закладенные в тот час основы державности дозволили поспехово развиваться Сучастному громадству. За сто годов в истории краины были разные периоды. До 1940 года только у Гомеля дзейничала больше, как 260 предприемств, але подчас Великой Айчыны, практически усеяны, были разбураны. Потом наступил период одновления народной господарки и ее розквиту. Хоть ведомо Гомельщина не только экономичными поспехами, але и своими уродженцами. Министр замежных справ Советского Союза Андрей Грамыка, керавник Беларуси и первый наместник старшини Совета Министров СССР Кирилл Мазуров, старшиня Гомельского облаконкама, перший секретар Гомельского областного комитета КПБ и старшиня Верховного Совета Беларуси Иван Поляков. Он пользовался доверием Леонидовича Брежнева, поэтому, когда Леонидович уезжал в отпуск, то Иван Евгеньевич Поляков вылетал в Москву и в течение месяца исполнял обязанности председателя Президиума Верховного Совета СССР. То есть, ну, не каждому, так сказать, Брежнева было 15 заместителей, но только Поляков, как правило, исполнял его обязанности. Ну, а что касается, то в момент он за высокий урожай в Минской области удостоен звания Героя Социалистического Труда. Ну, и поэтому оставил добрый след. У Рашистий Сход гадемахчимость не только узгадать историю Украины, но и благодарить тем, кто внес значный вклад в ее развитие. Гоноровые грамоты, памятные медали, поддяки. Сегодня Беларусь – самодостатковая нация со своим минулым, сучасным и будущим. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, Телерадо, компания «Гомель». 3900 зворотов поступило в Гомельский обл.в. Канкам за минулый год. В сравнении с 2017-м, лишь бы незначно, но и поменьшилось. Выники работы со зворотами граждан и юридичных особ в 2018-м году разглядели сёння на областной видеоселекторной нараде. У минулым годзе знизилась колькасть звороты у вышестоячие державные органы. Гэта свеча не того, что проблемные пытания у регионе выращаются в Никова. Люди по ранейшему больше доверяют эпистолярной форме оформления зворотов. Письмовых – больше, как половы от агульного объема. Популярностью корыстаются промые телефонные линии. У Гомельским обл.в. Канкаме они проводятся кожную суботу. За 2018-й год от ЖХРУ региона поступило свыше 800 звонков. При этом больше, как 100 человек звернулись до старшиня областного выканавчего комитета Владимира Дворника. У тематы цей зворотов переважают питания жильево-коммунальной господарки. Узросла колькасть питаний по работе сельского господарчика, а так само гандли, землекористанни, ахове и рациональным выкористанни новокольного осяродзе. По ремонту дорог, по водоснабжению, по текущему ремонту, по капитальному ремонту жилфонда. Это связано с различными ситуациями, либо с уменьшением финансирования, либо с нормативными актами, которые исключают некоторые виды работ в том же, например, капитальном ремонте, которые раньше проводились за счет бюджетных средств. До речи, в худшем часе в регионе начнет работать специальный мобильный додаток. У них размещается полная информация об формах работы райваконкамов с насильством, перелик администрационных процедур, графики приемов и телефонных линий. Зараз додаток проходит тестирование. До речи, завтра жахары региона смогут звернуться до владов подчас черговой промойлинии. У Гомельскими облаконками на звонки откажет керовник справ Олена Кличковская. Номер телефона 33-12-37. У Гарваконкаме на совесть выйдет наместник старшине Виталь Атаманшук. Номер 75-19-54. Час работы промыхлинии с 9 до 12 годин. Пытания эффективности мер по супрадзене незаконному обороту наркотиков на территории Гомеля разглядали сенне на посаджении Гарваконкама. В 2018 году выявлено свыше тысячи злочинствов по линии наркоконтролю. У тем лику факты сбыту. До криминальной отказности за незаконный оборот наркотиков протягнуто 218 особ. У тем лику 63 за злочинствы, связанные со сбытом. Выявлено и спинено некольких каналов поставок наркотиков и психотропов с замяжей. На сегодняшний день мы имеем неплохие результаты по выявлению помещений, специально приспособленных для выращивания особо опасных наркотических средств марихуан. За последние три года значительно снизилась подлетковая злочинность по линии наркоконтролю. Например, в 2015 году за сбыт и расповсюдживание наркотиков было затримано 37 неполнолетних. В минулом году – трое. Завтра у Гомеля в 20-й раз означает День выратовальника. С этой нагоды на озерах по улице Бородина пройдут показальные выступления подразделению МНС, будут организованы разностайные конкурсы и выступления творческих коллективов. Разом с тем, подрыхтолка до свято не унесла значных коррективов в работу выратовальников, которые выезжают на место надзвычайных здарений и проводят в учениях. Гомель, улица Макайонка, 35. Это адрес добра вядомы гомельским выратовальникам. 18-й поверховый жилый дом не одночас становился местом проведения в учениях. На этот раз на умовный пожар приезжают некольки спецмашин. Для того, как трапить у зачиненный подъезд, необходимы секунды. Празличенные хвилины выратовальники уже на 7-м по версии, где, по легенде, отбылось у сгорания. В уральных умовах они будут спрацовать в масках, але подчас этих в учениях их вырошили не выкористовывать. Еще одно одрознение от справдного пожара. Няма необходности эвакуировать великую колькость грамадян. Хоть каждый выратовальник ведает, как это сделать наибольшь эффективно. При возникновении пожара люди ведут себя по-разному, но мы готовы к их реакции. Используем свои знания, умения и навыки для безопасной эвакуации людей. Сегодня у Гомеля 150 будинков повышенной поверховости. Выратовальников яны в зоне особливой уваги. Проводить работы на их куда больше складана. Причем часто проблемы створяют сами же хары. Бойно-габаритная пожарная техника подъехать до места у сгорания может не зауседы. Уся дворовая территория, занятая приватными автомобилями. У нас грузовые машины тяжелого класса. Поэтому для нас это вопрос особенно острый и болезненный. Ну, как реагируем? Значит, во-первых, проводим какие-то дополнительные занятия с нашим водительским составом. И, ну, несмотря ни на что, бывают такие ситуации, когда нашим работникам приходится останавливаться за 100 метров, за 150, брать все пожарно-техническое вооружение и бежать к тому или иному подъезду, чтобы спасать людей, ликвидировать чрезвычайные ситуации. Поэтому, пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к нашим гражданам. Но, когда вы ставите свои личные автомобили у себя под подъездом, пожалуйста, учитывайте, что кому-то может быть плохо. У кого-то может сгореть квартира. И это может случиться абсолютно у каждого. Лучения завершаются подведением выников. За увагу до деяния выратовальников нема. Правда, агульное построение протягивается недолго. Поступило поведомление об реальной и надзвычайной ситуации. Олег Сентюров, Евгения Кухаронак, Валерия Гапанько, телерадио «Компания Гомель». Сегодня на Гомельшине стартовала природоохолная акция «До поможем рыбе дыхать». Необходность ей проведения выкликана снижением узровня кислорода у воде. Початком акции стал областный семинарный, який запросили арендаторов водоемов. Олег Сентюров с подробязностями. Замор – заява, выкликанная природными умовами. Наибольшая складанная ситуация зараз в Жлобинском, Калинькинском и Гомельском районах. Когда не принять терминовых мер, то есть минимум треть рыбы у водоемов – за ине. Сегодня на Гомельшине наличится 90 великих озер. Сколькость малых водоемов в ухоженном районе увеличается сотнями. В этой зиму и галекая снежная покрова и лед с ровшиневой коля 20 сантиметров привели до того, что взрывень кислорода у некоторых водоемов снизивший до небеспечных значений. Водоемы наши обладают достаточным запасом активного ила. Ил сам по себе сложной толстой прослойки. И, соответственно, гниющие растения в данный период при условии толстого снежного покрова и двойного тройного льда фактически исключают обмен с воздухом воды. Поэтому концентрация рассверненной воды кислорода снижается и что может вызвать гибель рыбы. Рыбановы по продухе Лени Заморова были распространены Центральным науково-доследовщим институтом комплексного выкористания водных ресурсов еще и в 2010 году. Почас областного семинара с уделом арендатора водоема гэты методы еще раз демонстрируются на практице. Некоторые, на ксад аэрация воды с допомогой помпы, потребуются пыльных финансовых затрат. Большинственный способ створения лунок в областном комитете природных ресурсов и оховы новокомника сяроди спадяются, что пачас акции допоможем рыбе дыхать гэты метод выкористують у всех то небо як водородной природы. Что ты чса арендатору, какие мои необходные технические сроки, то я не обицаюсь присти на допомогу при пеших же признаках замору рыбы на любом водоеме. Кто-то говорит, где-то началась придуха, мы оперативно берем все, что у нас есть, то есть насосы, пилы, буры, людей и едем вот таким вот способом, как сегодня мы это все показывали, пилить лунки, насосы подключаем на полдня, на два, на полдня, на день и как бы спасаем рыбу. Потому что есть же те водоемы, которые, если оперативно не отреагировать, там буквально 5-6 часов, ну и все, можно уже туда и не ехать больше. Олег Синтеров, Валерий Копанько, телерадокомпания Гомель. Гомельшане смогут отправиться в шаровную краину, где все в шоколаде. У музея Гомельского палацова-паркового ансамбля сегодня представили выставу под названием «Мастатство шоколаду». Для наведовальников и она открыется завтра. Тут можно будет сгулять у шоколадной шашки, убажить ядомых пант и пингвинов, смачный рояль и эйфелевую вежу. На створение экспозиции спотребилось больше за 2 тонны белорусского шоколада. Трясемся над каждым экспонатом. На самом деле, это очень сложно. Вы видите, какие у нас мелкие детали. Это все непросто, на самом деле. У нас есть экспонаты, которые можно трогать, поэтому мы постоянно их пополнять будем. Ничего страшного, чтобы люди убедились. Зато я смотрю, у многих скепсисов в глазах. Ой, нет, нет, это не шоколад, это что-то, я боюсь, это, наверное, только покрытие. Нет, на самом деле, практически все шоколадные изделия целиком сделаны из шоколада. Где-то облегченный вариант, но в основном это... Здесь, например, 65 килограмм чистого черного шоколада. Да, именно, без всяких добавок, ничего. Это и другие новинки вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. Эфир телеканала Беларусь4 продолжает де-факто. В студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Гладко было на бумаге, а на деле преступления. В Гомеле задержана группа лиц за хищение продуктов питания, которые закупались для школ областного центра. Уже задержаны 11 человек. Согласно материалам дела, преступная схема начала работать с 2017 года. В ней участвовали кладовщик, товаровед, грузчик, а также несколько заведующих производством школьных столовых Гомеля. Заведующая создавала излишки на складе. Для этого в сопроводительные документы вносилось положенное количество продуктов питания, начиная от гречки и сгущенного молока и заканчивая мясом и рыбой. А на самом деле отгружалось намного меньше. Например, если на одну из школ было положено 60 банок сгущенного молока, то отгружалось только 40. Однако под документом все в порядке. 60 банок отправлены со склада, 60 приняты заведующей столовой в школе. Полученные таким образом излишки реализовывались через индивидуальных предпринимателей не только в областном центре, но и в России. Проведены неотложные следственные действия, в том числе допросы и очные ставки. В настоящее время проводится документирование всех преступных эпизодов группы. Устанавливается количество похищенного. Решается вопрос о применении к задержанным меры пресечения. Суд Центрального района Гомеля поставил точку в деле о мошенничестве в сфере автострахования. Напомню, что главным фигурантом стал директор ООО «Альянс Квадро». Владелец СТО подозревался в присвоении запчастей с автомобилей, которые находились у него на ремонте, а также в незаконном получении страховых выплат после инсценированных им ДТП. Таких эпизодов в период с 2013 по 2017 год следователи насчитали 9. Они произошли в различных населенных пунктах Брянской области. Под удары легковых и грузовых транспортных средств мужчина подставлял автомобили марок «Хонда», «Лексус», «Мерседес». Аварии с некоторыми проходили по сводке ГИБДД не единожды. В инсценировках обвиняемый использовал в основном свои автомобили, зарегистрированные на других лиц. Впоследствии они обращались в страховую компанию с заявлением о выплате возмещения. К слову, такой богатый послужной список, а также то, что обвиняемый не возместил ущерб, сказалось на приговоре суда. Окончательно назначили следку Константина наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет в исправительной колонии условиях усиленного режима с конфискацией имущества. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4» Гомель новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Цена ошибки. Полуфинал Кубка Беларуси по мини-футболу пройдет без участия команды из Гомеля. Напомню, что игроки БЧ лишь в самой концовке второго поединка отдали победу столице. Не хватило нам на этом этапе глубины состава и наши травмы нас немножко подкосили. Но это прежде всего, я думаю, что это моя работа и моя вина. И в плане были моменты тактического плана наши ошибки, которые мы разбирали, но они не были отточены до совершенства. То есть, может быть, нам нужно было раньше начинать готовиться к столице. Противостояние ВРЗ и Оршанского Витена выглядело, пожалуй, самым интригующим среди всех четвертьфиналов. Жребий свел первую и третью команды нынешнего чемпионата. Все авансы оправдали. Соба поединка были достойны финала турнира. После выездного поражения в Орше со счетом 2-3 вагоностроителей дома устраивала только победа. Первый шаг к нужному результату команда Анатолия Яновского сделала уже на третьей минуте. Евгений Чернейко у гостевых ворот обокрал соперника и открыл счет в матче. На экваторе первого тайма Витен счет сравнял. Мяч, казалось, уходил в аут, однако в последний момент передумал. Оршанец Черниенко не выключился из эпизода, подхватил крутящийся вдоль линии снаряд и прострелил вдоль хозяйских ворот. Передачу на дальней штанге замкнул оставленный без присмотра На 27-й минуте Черниенко к голевой передаче присовокупил гол. Фатально для вагоностроителей завершилось подключение к атаке голкипера Юрия Дегтяренко. Алексей Пинчук потерял мяч на подступах к штрафной соперника. Черниенко по пустым воротам не промахнулся. Отметим, что до этого момента хозяева играли первым номером и имели несколько неплохих моментов, чтобы выйти вперед. Пропущенный гол предельно усложнил задачу выхода в полуфинал. Теперь, чтобы довести дело до овертайма, нужно было забивать дважды. Анатолий Яновский бросил в бой все силы. Выпустив пятого полевого, хозяева прижали гостей к их воротам. На 36-й минуте Евгений Рогачев вернул интригу точным ударом с 10 метров. К сожалению, развить успех игрокам ВРЗ не удалось. Ничья 2-2 и по сумме двух матчей дальше идет Витен. Где-то перегорели, где-то свои моменты не использовали. Опять же, ошиблись. Две ошибки, два гола. То есть, опять же, два равных соперника. Игра такая, достойная финала, я думаю. В полуфинале аршанцам со жребием откровенно повезло. Вряд ли команда Алексея Попова испытает большие проблемы в играх с охраной Динамо. А вот вторая пара выглядит весьма многообещающим. Лицельмаш столица. Первые матчи одной-второй финала пройдут 13 февраля ответные 27-го. Финал Кубка 3-го марта примет Могилев. ВРЗ же и БЧ сейчас будут готовиться к старту второго круга чемпионата страны. В 16-м туре, матчи которого запланированы 9-й и 10-е февраля, гомельские команды проведут очный поединок. Номинальные хозяева вагоностроители. В Гомеле грядут гонбольные выходные. Завтра женская команда гонбольного клуба Гомель ждет в гости Березину. Поединок начнется в 16.00. Мужская команда играет в воскресенье. Подопечным Сергея Цыганкова предстоит серьезный экзамен в лице действующего чемпиона оба матча пройдут на паркете дворца игровых видов спорта. В Гомеле завершилась республиканская спартакиада детско-юношеских спортивных школ по легкой атлетике. Соревновались юноши и девушки 2004-2005 годов рождения. Представители Гомельской области не раз поднимались на пьедестал почета. В активе наших юных атлетов 15 наград. Пять из них золотые. Триумфальным стало выступление хозяев турнира в секторе для прыжков с шестом. Воспитанники Гомельского областного центра Олимпийского резерва по легкой атлетике выиграли пять медалей из шести возможных. В состязаниях девушек гомельчанки заняли весь пьедестал почета. У юношей две верхние ступени. Также медаленосными для представителей нашего региона стали толкания ядра, прыжки в длину, многоборья и беговые дисциплины. В командном зачете ГОЦОР занял шестое место. Гомельская из душер профсоюзов СОШ расположилась на восьмой позиции. Светлогорская и ДЮСУШа номер три на четырнадцатой. Выиграли общий зачет воспитанники Бреска из душер профсоюзов по легкой атлетике. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь-4.